Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт. Про что мне показалось ваш вопрос? Во-первых, как ни странно, у меня возникло ощущение такое, что вы как будто бы не уверены в себе, как будто бы вы не чувствуете себя полноправным членом семьи. Не знаю, насколько хорошо у вас в отношениях с вашим мужем и хорошо ли у вас с ним. Но вот то, что вы транслируете, у меня вызывает впечатление, что вы сомневаетесь в том, насколько вы имеете право находиться вот там, где вы находитесь. Вот, я так, так, это почувствовала. Вот. Дальше. Следующее. У ребёнка есть большие проблемы с папой. То есть у него есть ощущение, что папа его не любит. И скорее всего связано это с тем, что отец вероятно винить ребёнка в смерти его мамы. То есть означает, что смерть своей первой жены он может быть не до конца отпустил, может быть не до конца плашил, не отплакал и так далее. Это не означает, что он не любит вас. Это означает, что травма даёт вас обезнать. Скорее вот травма, которая появляется, когда наш близкий человек умирает. И мне кажется, что вы, если поговорить с, например, своим мужем, вот, то возможно, 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 что-то такое. Вы сможете для себя увидеть. И неплохо было бы, на мой взгляд, ну, машине обратиться за помощью, вот, собственно, как-то за помощью к психологу, да, если есть какая-то вот такая проблематика, да, скажем так. Ну, вот, если здесь такая сложность, если есть такая сложность, то обратиться за помощью, мне кажется, было бы вполне нормально, вполне логично. Здесь, ну, понятно, что я могу ошибаться, вот, это понятно, но мне кажется, мне кажется, что он имеется смысл обратиться за помощью. Вот, следующий момент, это то, что ребенку не хватает внимания, не хватает, знаете, вот, того, что можно назвать чувствованием, что ребенку не хватает чувствованием, что он нужен, что он важен, что он чего-то стоит. И мне кажется, что его здесь, вот, это попытка, чтобы его не воспринимал всерьез. Так вот, думаю, что, вероятно, в современной системе ему выдано достаточно маленькое количество, ну, количество задач, что за него мало полагается, мало просят о чем-то. Вот, вот, его, я имею ввиду, мало просят, конечно же. И, в целом, вот, какая-то оторванность вообще ощущается, по крайней мере, по крайней мере, у меня. В целом, вот, вот, ну, позиции, да, в позиции, да, в позиции, да, в позиции ребенка. То есть, это, да, ощущение, какое-то такое, оторванное ощущение. Такое чувство, что, ну, не знаю, что ребенок, действительно, никого не нужен. Вот. По поводу личной границы, у нас, собственно, вот, то, о чем вы спрашивали. Изначально. Изначально. Я бы здесь, наверное, сказал бы так, что вы используете слова. Вы используете слова. А, просьба не делать. Так. То есть, ну, не делать так. Больше. Говорите вы. К примеру. Тогда как. Тут нужны больше слова, наверное, о себе. То есть, что я чувствую, что мне хочется, что я ощущаю сейчас здесь. И вот это, как мне кажется, как раз таки то, что вы не делаете. То есть, что вы не даете ребенку почувствовать себя. Чтобы он почувствовал вас, почувствовал, что вы чувствуете. Да. А что это вы чувствуете. И увидел какие-то поведения с вашей стороны. Ну, какое-то поведение с вашей стороны он увидел, чтобы. Вот. Чтобы он, ну, чтобы он именно вот, эээ, увидел, эээ, ну, какую-то, эээ, модель поведения вашу. Чтобы он увидел, эээ, что, как, ну, к чему приводят, эээ, его действия. Вот. Они, соответственно, эээ, какие-то приказы. Ну, себе, в свою сторону. Вот. И так далее. То есть, это все-таки немножко другое. Это немножко другое. Ну, эээ, важно, чтобы вы умели, а, ну, может быть, или, может быть, хотели, я не знаю, эээ, выражать то, что вы чувствуете. Личная граница – это про чувство, это про то, что не хочу больше делать, не буду делать. Личная граница – это про, эээ, защиту, отстаивание, в какой-то степени, своей, эээ, физической границы, то есть на своей территории. Вот. А, иными словами, если вы свою территорию не защищаете, ну, то есть вот, если вы говорите, что он может, там, прийти в вашу, ну, в вашу, ээээ, комнату, да, и, ээээ, просто вот, лежать там на диване и прочее, вот. Вот. Что вы же позволяете это делать, вы, как, в какой-то степени себя себя предаете в этот, эээ, в этот момент. И, на мой взгляд, это, может быть, тоже одна из причин, по которой, эээ, вот, к вам, как бы, такое отношение. Вот. Поэтому я думаю, что все это складывается из вот таких, знаете, мелочей, вот, все это складывается из, эээ, таких, эээ, множественных факторов, я бы сказал. Вот. И вам, эээ, нужно, эээ, смотреть, где вы себя пропускают, то есть где вы от себя, ну, отказываетесь, по сути, чтобы не было такого, что, эээ, вы делаете, там, словно, что-то, что вам, не, 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 не по душе, например, да. Вот. То есть это очень важная, важная сторона, как мне кажется, эээ, данного момента, вот. Следующее. То, как вы воспринимаете себя, я уже сказал, но хотел бы, наверное, еще на этом заострить внимание, почему мне кажется, это важно. Дело в том, что, с одной стороны, вы производите впечатление человека, как человек, который, эээ, в общем и целом знает, чего он хочет, в общем и целом понимает, что ему нужно, вот. Но, с другой стороны, такое ощущение у меня, что важный, эээ, для себя момент, вы сдаетесь и не движетесь вперед. То есть не рискуете пройти дальше в вопросе защиты своих, эээ, интересов, например. Хотя, это, достаточно важно, достаточно важно. И, соответственно, эээ, ребенок, он ведет себя таким образом, почему? Ещё. Потому что, ему не нужно опереться. Он проверяет границы, он пытается почувствовать некоторые рамки, чтобы, эээ, ну, чтобы ощущать себя несколько спокойнее, несколько комфортнее, потому что ему нужны рамки. Почему он, эээ, папу, что же случается, потому что с папой как раз-таки эти рамки присутствуют. А с вами, с вами таких рамок нет, несмотря на то, что ему, ему, как бы, вы нравитесь, если вы не планируете ему, он получает от вас в какой-то степени то, что нужно, но он не обучен себя чувствовать, он не обучен себя ощущать. И, даётся, ему это весьма-весьма тяжело, тяжело ему сопочувствовать. Вот. Вы, эээ, как бы, он пытается на вас опереться, таким образом. А, у него не получается, а кто не получается этого сделать. Вот. У него не получается обожаться на себя, потому что, ой, на вас, потому что вы, ему получается довести вас до срок. Ещё один важный момент, это то, что у меня сложилось впечатление, будто бы вы воспринимаете его как равного в себе. Я вот не думаю, что, эээ, это случайно. То есть, ну, не очень хороший историк, когда, ага, эээ, взрослым человеком ребёнок воспринимается, да, как нормальный. Оно, получается, от два близких до срок, вот, значит, он вас задевает чем-то. Вы упомянули своё такое состояние, как ловушка. Вот. Хотелось бы, наверное, немножко на это ваше внимание обратить. Что вы подразумеваете под ловушкой? То есть, что такое ловушка? Что это для вас отношение-то? Что, вот, ну, что вы воспринимаете как ловушку? Вот. Что это такое для вас? На мой взгляд, это важно, на мой взгляд, это важно, чтобы вы видели, что, как, по сути, как, ну, скажем, образуется эта ловушка. Каким образом она, она образуется. Вот. И, на мой взгляд, это очень важный момент в этой вот ситуации. Такое чувство, что вы себя сами как будто бы искусственно ограничиваете в чем-то и не позволяете проявиться тому, что вам важно, в том числе в контакте с ребенком. Например, из-за того, что у него нет мамы, чувствуя свою вину перед ним или жалея его, из-за того, что вы не чувствуете себя полносправным членом семьи, неуверенность в себе и так далее. Но, может быть, еще есть какие-то причины, основания сказать так сложные. Ну, то, что там что-то такое есть, это 100%. Вот. Задача заключается в том, чтобы эти моменты выявить и все-таки выражать больше то, что вам важно, а не то, что вот нужно, не то, что не работает. Вот. Потому что, понятно, что если не работает, работать не будет. Это понятно. Вот. А, значит, последнее, на что я хочу обратить ваше внимание. Это, пожалуй, то, что ребенок находится в стадии полового сосозревания и, соответственно, могут быть соответствующие у него проявления. Ну, а здесь нужно действовать деликатно, вот, и, значит, либо сказать, чтобы я с ним поговорил по мышке, да, в том случае мужчина, чтобы разговаривал. Или стараться перенаправить энергию ребенка немножко в другое русло, потому что, возможно, происходит то, что он сам еще не осознает. Хотя, скорее всего, все уже он осознает. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Хотя, понятное дело, я могу ошибаться. Что ж, тут как-то все довольно таки индивидуально, поэтому говорить можно с всегда весьма вероятной долей предположений и большой вероятности ошибки, к сожалению. Поэтому не хотел бы представить наверняка, наверняка каких-то моментов, но вот то, что хочется коснуться, это прям вот очень сильно напоминает те самые проявления. Они абсолютно нормальные, пугаться не стоит, но тем не менее, тем не менее, игнорировать их, на мой взгляд, нельзя. Тоже это было бы несколько неправильно и несправедливо по отношению к ребенку. Такая вот примерно картинка у меня сложилась, если говорить про то, как я воспринял ваш текст и вашу проблему. Лучше всего будет, конечно, начать с вас. Вот. Лучше всего. Идеальным вариантом, на который я, честно говоря, не очень рассчитываю, было бы поговорить с вами и вашим мужем, чтобы, ну, как-то вот более полно пройти к проблеме, к вопросам с этими вот такие моменты, такие аспекты лучше решать все-таки непосредственно. Со всеми членами семьи и только с вами, потому что ваш муж, если вы начнете работать с психологом, может вполне заметить какие-то перемены, и может оказаться к этому не готов, поэтому лучше, конечно, было бы, если бы он был в курсе и активно участвовал. Это довольно интересный, такой увлекательный процесс, заниматься им правильно. Ну, будем надеяться, что вы настроены серьезно и проблемы, проблемы свои решить не хотите. Такая вот история. То есть это все довольно-таки комплексно, и я бы не сказал, что вот есть вы, да, есть ваши личные границы и социал. Вот. То есть я бы не сказал, что только в это все упираются, честно говоря, честно говоря. Я бы, наверное, все-таки больше предположил, что все это в комплексе накладывается, и, соответственно, обращался бы с этим именно так. Но понятно, что есть нюансы, я не знаю, вашего настроя, да, не знаю, ваших ожиданий от работы терапии и прочее. Поэтому, соответственно, могу лишь предполагать. Работа с личными границами, она не быстрая, она иллюстраивается по принципу приучения доверять себе. Вот. А это, как вы понимаете, происходит в процессе. Я бы рекомендовал почитать книгу Townsend Barrier, Townsend Barrier, для общего понимания, что такое личные границы. Но это лишь инструкция, на самом деле нужна полноценная работа. Удачи вам! Надеюсь, помог. Буду благодарен за обратную связь по моему вопросу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...